Что-то у нас маловато на канале женщин Девчонки, активнее включайтесь В работу канала В работу сами с собой Задавайте такие вопросы, которые вас интересуют И вот, в частности, пришел один из таких вопросов Петрович, как не испортить зубы на длительном голоде И в последующие дни на выходе из него Не испортят ли соки и овощи, и маль? Не хочется иметь зубы цвета как у нутри после голодания? Вот Ну давайте разбирать Сначала разберем про голод и зубы Не испортят зубы на длительном голоде И в последующие дни На выходе из него Значит, во время голодания, как правило Наоборот, зубы приходят в норму Они приходят в норму Так что во время самого голода Не бойтесь, что у вас что-то произойдет с зубами А вот на выходе из него И в частности Не испортят ли соки и овощи, и маль? Со своего опыта я скажу Когда я голодал первые 18 суток Это было зимой Что нежелательно При этом я обливался Раза два на день Образовалось возле моего дома У меня частный дом был маленький такой Не то, что сейчас На ледь целая Вот я два раза обливался Все, шкура ж горела после этого И я начал выходить Как советуются в некоторых книгах по голоданию На цитрусах и на соках Вернее, там особо не сказано Что можно выходить на мандолинах, апельсинах, грибфрутах Просто, мол, можно или же ничего не говорится Я по незнанию По-моему, соковыжималки у меня не было Я ел апельсины Да, вкусно, хорошо И примерно на четвертый день выхода Из 18-дневного голодания И я только раз замечаю А зубы-то у меня черные Эмаль слезла То есть фруктовые кислоты Как я теперь понимаю Съедают эмаль зубов Особенно на голоде Поэтому Поэтому Из любого голода Длительного, кратковременного Ни в коем случае не выходите На цитрусовых Вернее, там, где имеется фруктовый кислот Это также будут и яблоки Ну, грубо говоря, все Практически все фрукты Вот в овощах их особо нету На овощах-то можно выходить Но, тем не менее, кислые продукты Не используйте для выхода из голодания А как же я восстановил эмаль После того, как она у меня слезла Свою эмаль на зубах я восстановил После этого примерно Через недели 2-3 Регулярно употребляя творог То есть Делаю такую кисю-месю Ну, допустим, немножечко кефира 100 грамм творога Немножечко могу добавить метка Я вообще сладкоежка Все это дело размешиваю И съедал регулярно И зубки раз Эмаль восстановилась Если такое произойдет Не хочется иметь зубы цвета Как унутри после голодания Унутри они желтые И вот мы подошли к основному Что я вам должен рассказать о зубах Зубы бывают Разные по форме По цвету По расположению Смотрите Самые лучшие зубы Это у конституции Слизи То есть у человека У женщины Которая такая фигуристая В первую очередь Это говорит о том Что жизненный принцип слизи Он хорошо Сохраняет форму тела И поддерживает ее длительное время Это важно понимать Такие женщины Как правило склонны К полноте Если они будут там Кушать А так у них все нормально Фигура Рост Волосы Большие глаза Такие крупные зубы Крупные Белые Ровные зубы Это Говорит о том Что имеется Конституция слизи Если Нету Конституция слизи Вернее Преобладает Жизненный принцип Конституции Желчи То зубки Становятся Несколько Откаку У меня Ну у меня не так уж Желтоватые Для Лиц Желчной Конституции Это нормально Они Ровные Не такие большие Ну средненькие Вот Как мы привыкли понимать Средние И Имеют Желтоватый Оттенок Не сильно Выражены Но имеют Чем больше Желчи Жизненный принцип Желчи выражен Тем естественно Более Желтые Зубы будут То есть будут Как у нутрии Наконец таки Почему они такие Становятся Далее Мы наблюдаем Довольно таки Часто Это Зубы У лиц Светренной Конституции У лиц Светренной Конституции Я так называю Честокол То есть Зубы Неровные Они уже От природы Самого Ребеночек Уже родился Туда дальше Грубо говоря Лет там 10-12 Там 16 Они уже Там это Они на своих местах Во-первых Находятся То есть Кривые Зубы Имеют И неправильную Форму Одни большие Другие Небольшие Вот Это Говорит о том Что Выражена Жизненная Конституция Ветра И кстати Они такие Цвет У них Не белый А больше Серый Не желтый А вот сероватая Такая Марка Чтобы вы знали Ну естественно Если теперь Говорит Вообще Как бы сказать О здоровье Зубы Часто бывает Так Вроде бы Зубы Ровненькие Вначале Все хорошо Они беленькие А потом Они начинают С возрастом Действительно Съезжат Со своих Мест Особенно Когда Там Идет Удаление Зубов Остаются Дырки После их Удаления Зубы Приходят В движение Вообще Они оказываются Довольно Таки Легко Подвижны Поэтому Ставят Брекеты Чтобы Их Выровнять И Важно Здесь Знаете Подметить Следующее Это уже Со своего Опыта Говорю Вот Они у вас Ровненькие Хорошие Не портятся А потом В какой-то Момент Ну Грубо говоря Там Может быть После 40 Может быть Даже После 30 Там Раз Там Начали Портиться А потом Как бы Опять Остановились И Нормально То есть В это Время Вот Если идет Искривление Как-то Не там Зубной Состав У вас Поехал Не так Как надо Это Говорит о том Что у вас Были Какие-то Потрясения Эмоциональные Вы о чем-то Думали Переживали Это процесс Возбуждает Жизненный принцип Ветра Который влияет В том числе И на зубы Поэтому Оставайтесь Спокойными В любых Ситуациях По крайней мере Ставайтесь Понять Чему она Хочет вас Научить Эта Ситуация И дальше Действовать А не просто Так Бездумно Пугаться Уходить Там Какую-то Депрессию Или что-то Это Это Отражается На здоровье И на внешнем Виде Наших Зубов Поэтому От матушки Природы Даются Нам Зубки И Конечно Их Надо Поддерживать И Здесь Не столько На здоровье Зубов Влияет Голод Как Знаете Что Влияет Влияет В первую Очередь Чтоб они Жевали То есть Давать им Жевательную Нагрузку И я Читал О том Что Существует Такой Интересный Массаж Ухаживания За зубами Просто Берете Свой Палец Засовываете И В течении Минут Пяти Хорошенько Делаете Массаж Он Якобы Сохраняет Зубы Здоровыми Крепкими Так как Вызывает Приток Крови К деснам Потому что Основное Не столько Почистить Сколько Подать Кров К Зубам Корням Зубов Чтоб Они Лучше Питались И тогда Они Чувствуют Себя Лучше То есть Любой Орган Здоров Тогда Когда К нему Приходит Достаточно Крови Которая Несет Питатель Вещества И Он Тогда Нормально Чувствует Так Вот И Совсем Недавно Совсем Недавно Ну Примерно Года Два Назад Я Такого Встретил Человека Моего Живого Я Это Слышал Но Не Дел А Он Это Услышал И Регулярно Дел Зубки У него Все Сохранились Целенькие Ровненькие На Удивление Вот Это Работает То есть Массажик Вы Берете Значит Палец Свой Указательный И Хорошенько Пусть Даже Там Крову Пойдет Ничего Страшного Лишнее Все Там Уйдет Они Там Укрепятся И Обязательно Значит Жевать Чтоб Вы Рызли Морковку Ну что-то такое Понимаете Яблоки Даже Слабоваты Морковочку Хорошенечко Нагрузка Была Да Постарайтесь Не использовать Жвачку С Ментоловым Вот этим Вкусом Он Освежает Дыхание Ментол Да Вот это То есть Все что Охлаждает Такого Душистого Запаха Но Тем не менее Вот этот Вот этот Ментол Ментольный Этот Запах Вкус Охлаждающий Освежающий Они действуют На эмаль Зуму Разрушающий Почему? Потому что Ну грубо говоря Это как Холод Вы возможно В фильмах Видели Значит Жидким Азотом Раз На дужку Замка Полили Потом По нему Молотком Только Бац И он просто Хрум И разломился Нечто подобное Происходит И у нас С нашими Зубами Поэтому Вы Остерегайтесь Вот этого Ну естественно Сладости Меньше Сладости Меньше Потому что Сладость Просто-напросто Слишком Большое количество Сладости Особенно в детском Возрасте Способствует тому Что Часть этой Сладости Мы съедаем Часть этой Сладости Мы не успеваем Съесть Нам помогает Это съесть Бактерии И возникает Кариес То есть Они между делом Как бы сказать Используют Эмаль Зубов И дырки Пошли Поэтому Я встречал Таких людей Которые За Своё детство Особенно Такие Ирийские Конфеты Были Сосалочки Вот такие Вот Они испортили Свои зубы В том числе И шоколадные Также действуют Меньше Конфет Больше Значит Ценных Продуктов Ну Ещё Ухожу Женщина С выраженной Жорстной Конституцией Это обычно Средний Рост Волосы Такие Рыжеватые Тело Смогловатые Ну Более Менее Пропорциональное Тело Пропорциональные Черты Лица Всё это Нормально Вот Ногти Особенно У Лиц У женщин Со Слизистой Конституцией Они Такие Красивые Формы И Довольно Такие Прочные У Лиц Желстной Конституции Ну Будем Говорить Тоже Нормальные Но Не такие Там Прочные Они Будем Говорить Несколько Так Как бы Сказать Вот Присутствует Какой-то Там Цвет У Лиц Светлой Конституции Если Там Какая-то Часть Имеется У Девушек Как правило Значит Это Фигура Несколько Непропорциональная Черты Черты Тоже Непропорциональная Непропорциональная Волосы Волосы Как правило Становится Как Щетка Грубая Плохо Там Лежат Вот То есть С волосами Вот такие Проблемы А у Слизистой Конституции Наоборот Они Знаете Такие Мягкие Ну Можно Сказать Мягкие Податливые Довольно Такие Густые